Добрый день, Лабутнанги! 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 С 26 марта в этом году уже для всех категорий граждан, то есть в том числе и для льготных, и для всех остальных, начинается прием заявок. Единственным исключением и нововведением становится другой портал, называется он летаянау.ру. Но вы также сможете через, мол, центр.ру зайти и увидеть это направление, но автоматически вы будете перенаправлены на портал летаянау.ру. С одной стороны, вроде кажется, такая сложная запутанная система, но она создана, в принципе, для открытости, прозрачности и удобства, так я понимаю? Конечно, конечно. Лучить так сложно, а на самом деле все хорошо? Все просто, все понятно. И, собственно говоря, как только вы заходите на сайт, вы уже понимаете, потому что достаточно видно, да, то есть каждое направление отдыха, какая смена, какое количество мест имеется, как подать заявку, и дальше уже по форме все понятно, какие документы. То есть вы начинаете заполнять данные родителя, дальше идет прикрепить документы, соответственно, ну то есть все достаточно просто и понятно. В любом случае, есть телефон 53538, и мы всегда вас ждем по улице Гагарина, 28, молодежный центр города Лабытнанги. Разные бывают жизненные ситуации. Сколько есть у родителей времени на раздумья? То есть необходимо сейчас, вот в первые дни сформировать свое желание, там зайти и зарегистрироваться, либо есть вот какой-то промежуток времени для того, чтобы своего ребенка отправить куда-то? Конечно, я советую всем родителям, законным представителям до начала заявочной кампании уже поговорить с своим ребенком, какое у него есть предпочтение, желание, и уже сформировать свое мнение. Потому что с момента начала приема заявок, да, как я уже сказала, эти заявки поступают в очередном порядке, соответственно, неизвестно за какой период эти места будут все разобраны, да, скажем так. То есть, поэтому можно просто не успеть. А вообще, как бы, подать заявку можно и до окончания летней кампании. Здесь может быть, что кто-то, возможно, отказывается от заявки, по каким-то причинам не получается. То есть вы можете зайти, увидеть, что освободилось место, оно свободное, и можно подать заявку. То есть бывает и такое, если план изменилось, можно там снять свою заявку, к примеру, а кто-то ее и может воспользоваться. Конечно. Конечно. Можно уточнить географические направления, куда вот жители города Лабутнанги и их дети куда могут отправиться? Традиционно дети города Лабутнанги и вообще дети нашего округа отдыхают в Тюменской области, в Краснодарском крае, в Республике Крым. В этом году у нас профильный лагерь, это Сириус в Сочи, а также планируется профильный лингвистический лагерь, пока направление не могу сказать точное, мы определимся и нам скажут уже точную информацию. И Республика Болгария, конечно же. В этом году какой-то особый порядок для поездки в Болгарию, для оформления путевки. Есть какие-то нововведения? Да. В этом году нововведением является оплата в размере 10% от стоимости комплекса услуг, это стоимость путевки непосредственно в лагере Мол-Ямал в Болгарии, а также проезд от Москвы до Болгарии. А родители оплачивают 10% от стоимости этого комплекса услуг. Какой-то особый порядок оформления этой путевки, подачи этой заявки, или он такой же, как, к примеру, на курорт Краснодарского края? Одинаковый? Схема одинаковая? В этом году, получается, как я уже сказала, мы подаем, все родители, законные представители подают через портал лета.юнау.ру. Единственным, да, скажем так, документы отличаются, то есть если вы подаете заявку, да, то есть в лагерь, который находится на территории Российской Федерации, вы не прикрепляете документы за гранд-паспорт ребенка, вы не оформляете нотариальное согласие, в данном случае это является обязательными документами, в том числе в этом году требуются обязательно банковские реквизиты, с которых уже непосредственно родитель оплачивает 10% от стоимости. Детские лагеря Тюменской области вроде бы не море, но это направление пользуется популярностью? Да, конечно, пользуется. У нас лагерь Снежинка, мы уже на протяжении нескольких лет дети посещают этот лагерь, он очень нравится. В этом году едут в Олимпийскую ребячку, причем, скажу вам, в Снежинке у нас в этом году первая смена профильной спортивной направленности, туда едут наши дети, юные спортсмены. Ну, вы уже говорили о том, что вот не обязательно на портале быть зарегистрированным, все-таки, если есть вопросы, к вам обращаться, да, или можно каким-то образом в другую организацию, или вы являетесь вот тем оператором, тем направляющим органом, который отвечает вот непосредственно за все вопросы? Хочу отметить, еще раз, да, пояснить о том, что все-таки подача заявок осуществляется только через окружной интернет-портал по организации отдыха и оздоровления молодецентр.ру. А специалисты молодежного центра, они могут только помочь зайти через ваш логин и пароль в госуслугах, где-то, ну, показать, как в личном кабинете нужно правильно, да, подать заявку. Но в любом случае все это осуществляется через автоматизированную систему. Других вариантов подачи заявок нет. К примеру, школьники старших классов могут сами позаботиться о себе, о своем отдыхе, либо обязательно должен быть законный представитель? К обязательным условиям является подача заявок именно от родителя или законного представителя. Какие категории школьников относятся к льготным? Какие у них есть вот преференции в определенную категорию? Каким образом вообще определяются приоритеты для них? К льготным категориям детей относятся дети, находящиеся под опекой, сироты, дети из многодетных, малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья. А также дети, жертвы вооруженных конфликтов, техногенных и экологических катастроф. Для данных категорий граждан существует первоочередность подачи заявок. То есть за неделю раньше, чем открывается подача заявок, чем для всех других категорий граждан. Ну вот, как я уже сказала, исключение составляет в этом году Болгария. Как попасть в Сириус? Это, наверное, сейчас такой самый современный, самый интересный. Наверное, отличается схема туда? Не так-то просто попасть. Не все же дети, все желающие туда могут попасть. Да, лагерь Сириус, лагерь для одаренных детей. И отбор участников осуществляется непосредственно на сайте Сириуса. Отбор участников осуществляется уже, исходя из уровня знаний, проводится тестирование. У нас в этом году две смены Сириуса, три направления. Это олимпиадная математика, это физика, айти. Участниками лагеря могут стать дети от 12 лет. То есть, соответственно, у нас нет определенного количества квот. Едут в лагерь те, кто прошли отбор. Нас, конечно, будет очень радовать тот факт, что в этом году в Сириус поедет из города Лабытнанги как можно больше детей. Поэтому всем желаем удачи пройти этот отбор. Я уверена в том, что у нас в городе живет очень много одаренных детей. И всем удачи. Какие расходы несут родители? Какие компенсируются, может быть, из бюджета округа, города? Что касается расходов. Родители и законные представители оплачивают расходы только на проезд ребенка от места выезда до места отдыха. Ну и, конечно же, исключение составляет непосредственно отдых в Болгарии. Где, я уже сказала, существует оплата еще 10% стоимости от комплекса услуг, в который входит путевка и проезд уже от Москвы до Болгарии. Конечно же, есть свои плюсы, скажем так, если родители не пользовались льготные, у них есть льготный отпуск, есть право на компенсацию проезда до места отдыха и обратно, как себя, так и детей. И, соответственно, они могут подать уже по возвращении ребенка эти билеты уже и получить компенсацию стоимости проезда. Можно отдохнуть несколько смен, а не одну, к примеру? Ограничения есть. Не более двух раз в год можно отправить своего ребенка в детское здравительное учреждение. Значит, для Болгарии можно в течение одного сезона отправить, но единственная стоимость, вы, если, как я уже говорила, оплачиваете 10% от стоимости комплекса услуг, то во второй раз, если вы воспользуетесь, вы оплачиваете уже 50% от стоимости услуг. Кроме того, все другие детские оздоровительные учреждения вы можете отправить туда ребенка только один раз в сезон. Два раза в год, один раз в сезон. Вообще много родителей детей пользуются вот таким вот организованным отдыхом? Много выезжает ежегодно на отдых? Ежегодно около 300 детей выезжает из города Лабытнанги на отдых и оздоровление детей за пределами, за пределы автономного округа. Давайте, ну, в завершении. Кому и где можно задавать любые возникающие вопросы? Где можно получить консультацию? Интернет-сайт, какой-то портал, может быть, личные встречи, телефон? Конечно же, да. Все подачи, еще раз, да, осуществляются через единый окружной интернет-портал по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи нашего автономного округа. Это молцентр.ру. Дальше, конечно же, сайт молодежного центра города Лабытнанги. Непосредственно специалисты по работе с молодежью, которым вы можете позвонить в рабочее время с понедельника по пятницу с 8.30 до 18.00 по телефону 5.3538. Или прийти лично по адресу Гагарина, 28. Мы всегда рады посетителям. Да, конечно. Ну что, спасибо большое за то, что ответили на наши вопросы. Я думаю, уважаемые телезрители, у вас вопросов больше не осталось, а если остались, обращайтесь, пожалуйста. Вам спасибо, что пришли ко мне в студию. Вас, уважаемые телезрители, благодарю за внимание. Оставайтесь с нами на канале Лабытнанского телевидения. До свидания, до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!